По статистике в России дети на площадках для игр получают около 40 тысяч травм в год. Виной тому чаще всего недосмотр родителей и плохое техническое состояние детских площадок. И если в первом случае виноваты сами дети и их родители, то во втором найти виновного сложнее. Ведь далеко не каждая площадка закреплена за владельцем и соответственно имеет документ, подтверждающий ее безопасность. В ходе совещания Витушева напомнила, что с 1 июля в силу вступит новый закон. Он обязывает закрепить ответственных за содержание детских игровых зон. Это касается и Одинцовского района. Одинцовский район, общее состояние по всему району удовлетворительно, но из 389 всего детских игровых площадок, из них 37 бесхозных. Это проблема, потому что основное количество жалоб, поступающих в госэмтехнодзор Московской области в Терродел и на портал Добродел, именно по детским площадкам из Одинцовского района. Это лидер по количеству обращений на состояние детских площадок Одинцовских район, и всего с начала года их уже поступило 89. Всего в этом году на портал Добродел поступило более тысячи жалоб на ненадлежащее качество игровых зон. Лидерами по количеству обращений стали также Балашах, Коломенский и Красногорские районы. Особое внимание после вступления в силу закона будет уделено и Волоколамскому, Воскресенскому, Щелковскому и Раменскому району, ввиду их недостаточного реагирования на требования законодательства, обращения граждан и предписания госэмтехнодзора. В заключение Татьяна Витышева добавила, что этот вопрос, как и все, что касается безопасности жизни и здоровья детей, находится на контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева. Меры к тем, кто своевременно не приложил усилия для нормализации ситуации, будут приняты самые серьезные. Но об ответственности не стоит забывать и родителям. Перед тем, как разрешить ребенку играть на детской площадке, взрослые должны оценить ее безопасность. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.